Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем создавать такой, скажем, материал, который будет накладываться на одну, на один меш, но разными видами. Это так называемый VertexPaint. Давайте его создадим. Я создал папочку материала. Закинем сюда материал. Давайте его назовем VertexPaint и зайдем. Вот он наш прекрасный материал, которому не хватает текстур. Закинем текстуры. В данном случае я просто скачал, взял в поисковике, забил текстуры. Вот, допустим, давайте вот этот возьмем. Сохраним картинку. Вот у меня есть stone. Давайте назовем stone2. Сохранить. По сути все, да? То есть, ну, нам необходимо нормально и так далее. Для этого я вам посоветую вот этот сайтик. Точнее, не то что сайтик, как просто, так скажем, приложение, которое находится на гитхабе. Здесь все очень просто. Выбираем изображение. Так, у нас находится здесь. Папки temp. Вот оно. Давайте выберем вот этот и вот этот. Так, открываем. Вот он, да. Практически сварганил нам нормал. Карту нормали. Здесь можно, так скажем, еще и скачать ambient, зеркальное отражение и так далее, объемные. Но здесь можно поиграться с настройками. Вот здесь показывает трехмерный уже рисуночек. Мы особо сейчас не будем ничего делать. Просто скачаем нормалу. То есть, когда вы ambient, вы качайте отдельно ambient и так далее. Давайте. Ссылочку сайта я приложу в описании. Давайте скачаем, загрузим сюда. Так. Все файлы. Назовем stone map. Точнее stone normal. Так. Так. И почему-то давайте выставим png. Сохраняем. Берем второе изображение, которое у нас есть. Я здесь подготовил всякие, ну, пески, траву и так далее. Трава, конечно, не очень. Надо что-нибудь покрасивее поискать. Вот он нормально приготовил. Мы особо ее настраивать не будем. То есть, здесь можно и так посмотреть, где больше выпирает, где меньше и так далее, да. То есть, вот смотрите, здесь я делаю так, что... Так. Вращение убрать. Можно увеличить, но почему-то он не хочет. Вот вы видите, да. Тут изменяется немножко структура и так далее. Так. Скачаем. Нормаль. Нормаль. Нормаль 2. Выберем stone. Окей. Все. Закидываем все это в наш движочек. Импортируем. Выбираем наш stone. Stone 2. Нормаль. Нормаль 2. Ну, это, как говорится, минимум. Можно даже просто вот этими текстурами, которые являются основными, базовыми. Можно прям даже ими делать. Так. Выберем предметик. Но я предполагаю, даже вот сюда. О, в принципе, нормально. Давайте вот на этом камне применим наш материал. Для этого нам надо его собрать сначала. Перетаскиваем наш материалчик. Так. Все эти текстуры выставляем в качественное, так скажем, расположение. Так. Ну, пойдет в принципе. Первое, что нам необходимо, это создать vertex color. Вот оно и будет являться нам нашей основной, так скажем, штукой, которая будет все соединять. То есть все. Наши соединять изображения вот эти. Так. Сразу давайте создадим. Нажмем на единичку на клавиатуре и тыкнем по экранчику. Все. Здесь мы подсоединяем металлический, metallic specular на ноль и ровность на единицу давайте. Шероховатость мы сделаем полностью. Теперь давайте также еще подадим значение текстуре coordinate для того, чтобы можно было масштабировать наши изображения. Я просто копирую. Можно, в принципе, одновременно и здесь, и здесь соединить, чтобы они соединялись вместе. Так. Теперь нам надо основные текстуры. Чуть-чуть разединим их, чтобы видно было. Нам надо соединить на сам материал поставить. Для этого мы выбираем lerp. Здесь она звучит как linear interpolate. Теперь мы соединяем. Основная текстура у нас будет B. В данном случае, допустим, давайте вот это будет основная текстура. Это у нас, так скажем, побочная. В vertex cover мы подсоединяем верхней частью в альфа-канал и соединяем в базовый cover. То есть то, что мы подаем картинку, оно у нас базовое будет. И все то же самое можно скопировать и замутить уже все то же самое и здесь. Так же ставим и соединяем нормально, потому что это у нас нормально. То есть если вы хотите еще сюда ambient добавить и так далее, в принципе, все это можно сделать. То есть все так же соединяете, текст координаты уже на ambient вы соединяете, также lerp выставляете и так далее. То есть и получается у нас текстура. Вот давайте сразу настроим координаты, так скажем, масштабы. Давайте выставим уровень 8, наверное, потому что единица слишком большая будет. Сохраняем. Так, сохранил, отлично. Теперь выбираем наш материал, выбираем наш static mesh, на котором мы хотим вертнекстный материал применять и нажимаем применить. Сейчас он фокусируется, соображает и вот то, что у нас в пункте B подключено, то, в принципе, и получилось. Можно даже немножко настроить побольше, давайте поставим уровень 14, чтобы у нас текстура была более реалистичнее и мельче. Так, давайте это тоже где-то в районе 14 пустим, сохраним, применим. Вот, у нас уже изменилась текстура, в принципе, все отлично. И для того, чтобы нам нарисовать на данной штуке второе изображение, так скажем, которое мы сделали, нам надо перейти в mesh paint. Так, почему-то он не сообразил. Так, мы mesh paint перешли, материал поменили, все отлично. Сохраняем. И далее здесь есть такой вот color, weight, текстуры и так далее. В параметре color берем paint, у нас появляется вот такая вот кисточка. При нажатии он будет рисовать наш первый материал. При нажатии shift и нажатии на текстуру, соответственно, точнее на mesh он рисует второй материал. И вот так вот можно чуть-чуть где-то изменить, уменьшить и так далее. Вот, допустим, меньше сделаем. Вот здесь мы вот делаем так. Здесь такая скатная эта часть, допустим, другого материала. Как видите, да? Кстати, из-за того, что у нас слишком мало полигонов на данном камне, я его, в принципе, давайте посмотрим, где он. Вот он. Я создал коллизию, так скажем, его. И, возможно, у него мало полигонов, которые обрабатываются. Соответственно, текстура ложится не совсем красиво. Допустим, я хочу, чтобы она вот здесь прямо легла, но она не может. Видите, она не дает. Вот надо чуть-чуть выше где-то, чуть ниже, потому что здесь меньше полигонов. И вот так вот можно, в принципе, много что рисовать. Также можно применять на землю, которую мы будем, допустим, рисовать траву, так скажем, темно-зеленую траву, допустим. И можно будет пробежаться, там, не знаю, дорожку сделать из песка. В принципе, я надеюсь, вам это понятно. Если будет очень интересно, я, в принципе, могу замутить текстур, так скажем, побольше. Допустим, в районе пяти штук и так далее, но это все зависит от того, сколько вы поставите лайков. На этом все, друзья. До скорой встречи. Пока.